итак у нас осталось последняя нерешенная задача в плане работы с этим хостингом это создание почтовых ящиков для нашего сайта то есть если у меня допустим домен hostrix.ru и я хочу сделать там себе ящик админ собачка hostrix.ru здесь есть два пути решения данной задачи либо воспользоваться вот этим менеджером почты который дает сам хостер но как правило решение по почте который дает сам хостер она обычно неудачная там плохая защита от спама и там как правило неудобный интерфейс гораздо интереснее использовать почту от какого-нибудь известного бренда например яндекс почта или google почта при этом с вашим доменом так скажем то есть у вас будет такой же ящик там админ собачка hostrix.ru то есть ваш название ящика собачка ваш сайт допустим . ru но он будет работать уже через яндекс и вы получите свое распоряжение удобный интерфейс яндекса отменную защиту от спама и другие преимущества при этом никто даже не догадается что вы работаете через яндекс теперь давайте посмотрим как это реализовывается для этого вам нужно иметь на яндексе свой аккаунт это естественно бесплатно войдите в свой аккаунт и перейдите на адрес pdd.yandex.ru вы попадете вот в этот интерфейс подключения почты для домена и здесь нужно выбрать пункт подключить домен здесь соответственно прописываем наш домен и нажимаем подключить вот чтобы подключение произошло и мы могли создавать свои ящики нужно выполнить два шага первый мы должны доказать что мы являемся владельцем данного домена и сделать это можно тремя путями самый простой это первый нужно создать вот такой файл на компьютере и загрузить его в корень нашего сайта при этом внутри данного файла должен быть вот этот текст сразу скопируйте текст далее я допустим вот открою себя диск c и через правую кнопку мыши создать обычный текстовый документ пока просто зайдите в него вставьте тот текст который там скопировали сохраните и вот теперь нужно его переименовать для этого я копирую имя которое мне выдал яндекс и чтобы правильно переименовать данный документ обратите внимание вы должны видеть расширение файла вот это .txt если вы его не видите зайдите через пуск в панель управления найдите пункт параметры папок и здесь на вкладке вид спуститесь до скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов снимите эту галочку нажмите ok вернитесь на диск где вы создали этот файл и выберите правой кнопкой мыши переименовать подтверждаем изменения файл переименовался теперь его через за файловый менеджер можно загрузить в корень сайта так вот папка http вот это по сути есть корень сайта сюда и нужно загружать файл выбираем загрузчик так на диске c у меня этот файл вот он и нажимаю загрузить все файл загрузился теперь можно на всякий случай проверить на месте ли он для этого я перехожу по адресу по адресу моего домена и через слэш нужно указать название данного файла если мы увидим тот текст который находится внутри значит все нормально да вот у меня этот текст вывелся значит файл лежит в корне и яндекс должен его скоро увидеть и первый шаг будет у нас выполнен обычно чтобы яндекс увидел этот файл необходимо несколько минут для этого вы просто периодически обновляете страничку вот сейчас он пишет что файл еще не найден но минуты через три он его увидит пока нужно просто подождать итак после очередного обновления у меня яндекс перечеркнул первый шаг это означает что он увидел данный файл и все нормально а теперь второй шаг настроить так называемые mx записи но проблема в том что у данного хостера эта функция пока не реализована если вот сюда зайти то они здесь вот многие люди уже просят сделать панель управления чтобы можно было управлять dns записями для доменов но у них пока этого к сожалению нет написано что запланировано что скоро будет вот но пока нет обычно у других хостеров вот здесь такой идет пункт управление dns записями и там мы можем прописывать вот эти mx записи в том числе которые нам просят прописать яндекс вот я написал им службу поддержки он спросил как же все-таки поменять этим их записи и пока что как я понял за ответ это делается вручную то есть они пишут что пришлите пожалуйста адреса для mx записей поэтому пока что вам придется тоже написать им вручную если вы смотрите данный видео урок и здесь еще у них нет функции по управлению dns записями в данном случае я отвечу что мне мне нужно для домена такого-то прописать такую-то им их запись так и здесь же можно сразу кстати написать чтобы они удалили текущие м их записи так вот таким образом указывайте для какого домена какую м их запись нужно прописать и говорите чтобы старые не удалили нажимаем отправить и примерно через какое-то время они мне все-таки ответят здесь я пока отключусь когда поступит ответ что они поменяли мы к записи и яндекс увидит что эти записи на самом деле появились я уже включусь и продолжу данный урок и так они мне ответили что изменения внесли изменения ступят силу в течение 12 часов вот но это как бы они здесь взяли с запасом на самом деле вот этим их записи они обновляются почти мгновенно и в итоге когда я зашел сюда в аккаунт яндекс почты то вижу что у меня данный домен пишет уже яндекс что он подключен все теперь я могу добавлять новые почтовые ящики в рамках этого домена и допустим вот виду почтовый ящик админ здесь придумываю пароль и нажимаю добавить у меня появился первый почтовый ящик если нужно можете добавить в рамках своего домена сколько надо других ящиков и если вам понадобится войти уже в почту нажимаете вход в почту запомните сразу вот этот адрес который вам выдали это и будет вход в почту для вашего домена и здесь если вы уже ведете те данные которые вводили на предыдущем этапе вы попадете внутрь почтового ящика правда здесь нужно еще заполнить вот один раз вот эти данные так и нажимаем завершить регистрацию все вот он не открылся почтовый ящик здесь сразу предлагают собирать почту с других аккаунтов если это нужно можете включить сразу можно выбрать там тему оформления которая вам нравится и сразу можно протестировать работает ли этот ящик на отправку и на прием допустим на отправку я попробую отправить письмо на свой ящик с которого я регистрировался так и проверю пришло ли письмо так вот письмо сразу же пришло нажимаю ответить и посмотрим дойдет ли письмо на этот тестовый ящик да сразу же сюда тоже пришло то есть все ящик работает он и отправляет почту и нормально ее принимает вот таким образом вы можете подключить к своему сайту сколько угодно ящиков вида название ящика собачка ваш сайт точка ру допустим и работать через яндекс почту с ним на этом здесь все по данному хостингу мы закрываем серию видео уроков если вдруг у вас остались какие-то вопросы то вы можете оставить заявку на урок под списком уроков посвященных этому хостингу на нашем проекте хостинг нельзя до встречи в других видео уроках